Привет всем! Хочу сегодня провести небольшой такой эксперимент с посудомойкой и с пригоревшим протяжком. Как видите, у меня стеклянная посудина, которая очень сильно пригорела. В этом есть моя вина, потому что поставила блюдо запекаться и искачала мне с головой, что в духовке что-то есть. И вот таким образом у меня картошечка пригорела. Поэтому вот сегодня я буду мыть его в посудомойке на обычном режиме, как я вам и показывала, режим авто. И что из этого получится, я вам покажу чуть позже. Посудомойка закончила свою работу, о чем она, собственно говоря, известила меня звуковым сигналом. Я ее отключаю и давайте уже посмотрим, что стало с протяжком, который я вам показала, насколько чисто он отмылся. Как видите, вот я уже сразу своим взглядом вижу, насколько он чистый. Капельки никакого на нем налета, никакой пригорелости, ничего. То есть идеально чистый противень, на мой взгляд. То есть такой весь кристально чистый. Вот с такой пригорелостью посудомойка справляется идеально. Просто идеально. За что я ее безумно люблю. А главное, чтобы вот эта пригорелость не была такой, знаете, застаревшей. То есть вы ее решили в посудомойку положить через сутки или через двое после того, как пригорело. То есть когда это все намертво присохло. Тогда есть, как я вам уже говорила, есть такой отдельный режим предварительное ополаскивание. Вот эту кнопочку нажимаете, размачивается водичкой, либо можно экономить. То есть не тратить попустую электроэнергию. Можно просто залить водой, слегка размачивать этот слой. И потом уже убрать в посудомойку и помыть. Я именно так и поступила, потому что протвишок лежал у меня с вчерашнего вечера. Я предварительно его на час замочила в воде, в ракуне у меня постоял. Какой я положила протвишок, вы видели. И то, что получилось, вы тоже видите. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я удовлетворила запрос тех зрителей, которые просили показать, как отмываются в посудомойке вот такие пригоревшие протвишки. Всем пока и до новых встреч на моем канале.